В деревне Савина Новгородского района прошла стратегическая сессия по выработке предложений в народную программу. Для жителей области это один из способов подать свое предложение в стратегию развития региона. В Савине были озвучены три предложения. Одно из них – появление штатного инструктора по спорту, который занимался бы и с детьми, и с пенсионерами, и с жителями среднего возраста. Те же уличные тренажеры, которые сейчас устанавливают в поселениях, не все правильно используют и могут травмироваться. Инструктор мог бы обучить сограждан с пользой проводить время на спортплощадке, а также готовить спортсменов-любителей к соревнованиям. Мы самостоятельно занимаемся, как ветераны, скандинавской ходьбой, подготовкой к сдаче норм ГТО, к спортивным соревнованиям областным и районных. Но вот у нас нет возможности правильной тренировки и подготовки к этим соревнованиям. Второе предложение – возобновление работы речного трамвая, который бы связал Великий Новгород с савинским поселением. В этом проекте савинцы видят не только улучшение транспортной доступности, но и туристическую привлекательность. Третье – создание агроклассов, где школьники могли бы осваивать профессии. Все предложения реальны и будут направлены в народную программу, отметил участник стратегической сессии, заместитель председателя инвестиционного совета при губернаторе Максим Бомбин. По его словам, предложения в программу развития региона поступают разные – от локального благоустройства до поддержки бизнеса. В Новгородской области есть действительно огромный потенциал промышленный. У нас есть возможности, у нас есть площадя, у нас есть земля, у нас есть люди, которые могут работать. Для того, чтобы наши люди не уезжали в Санкт-Петербург или в Москву, необходимо в первую очередь максимально привлекать инвестиции. За свои идеи участники стратегической сессии голосовали буквально ногами, переходя от одного проекта к другому. На сегодняшний день в Новгородской области прошло 9 стратегических сессий, в том числе в Старой Руси, Трубичине, Боровичах, Любытине и Валдае. Все предложения будут направлены в народную программу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!